Добрый вечер. Ну вот и закончился первый, так сказать, предварительный этап губернаторской кампании. До 18.00, 2 августа, претенденты должны сдать в избирком полученные ими подписи муниципальных депутатов числом, как известно, не менее 549. Кто сдал, кто сдает, кто сдавать отказался и выбыл из борьбы, вот об этом поговорим. Ну а начну, как обычно, по пятницам с краткого обзора того, что произошло и о чем мы узнали на уходящей неделе, последней неделе июля. Владимир Путин принял 31 июля досрочную отставку Александра Карлина и назначил его до выборов 14 сентября временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края. Суммарные запасы угля на топливных складах ТЭЦ Алтайского края на 30 июля составляют более 470 тысяч тонн, что почти в два раза превышает необходимую норму. За полгода в Алтайском крае собрано почти 27 миллиардов рублей налогов, что на 8% больше, чем год назад. Главная тема. Выборы губернатора края через полтора месяца, даже чуть меньше, 14 сентября. Кто окажется бюллетенником для голосования, преодолев для этого так называемый муниципальный фильтр, пока неизвестно. Ну, то есть один-то кандидат уже известен, причем несколько дней. Да, полагая в преодолении барьера кандидатам от «Единой России», который имеет подавляющее большинство среди местных депутатов, никто и не сомневался. 30 июля избирательная комиссия Алтайского края зарегистрировала первого кандидата на выборах губернатора региона, действующего главу края Александра Карлина. Он первым предоставил полный пакет необходимых документов, в том числе 576 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов. Ну и вот утверждение Александра Карлина, временно исполняющим обязанности главы региона, эксперты единодушно оценивают как своего рода президентское благословение его кандидатуры. Точно известен первый выбывший Алексей Сарычев, который, как мне кажется, к сбору подписей муниципальных депутатов, ну и не приступал. Вот так пошумел, немного и исчез, как говорят аналитики, до следующего выборного цикла. Интрига-то в другом, кто из представителей парламентских партий подпись сумеет собрать. Напомню, что многие из них сделать это практически отчаялись, и вот тут руку помощи протянула «Единая Россия». «Единая Россия» заявила, что окажет помощь представителям оппозиционных парламентских партий в сборе подписей муниципальных депутатов. Скорее всего, без этой помощи ни ЛДПР, ни Справедливой России, ни КПРФ преодолеть муниципальный фильтр не удалось бы, что признают и сами оппозиционеры. Нам показалось, что это непреодолимо. Ну и кто в итоге помог набрать нужное количество? Ну и естественно, партия власти и правящая коалиция или команда в Алтайском крае, без их помощи, конечно, это было бы практически невозможно. Ну вот, кстати, либерал-демократ Щукин заявил, что необходимое количество подписей он уже собрал и передает в избирком. Давайте посчитаем. Кроме Сарачева, Выбыл и Карлина уже зарегистрирован на попадание в бюллетень для голосования. Сейчас формально претендует 8 человек. Из них нам, как избирателям, интересны, по сути, только выдвиженцы парламентских партий. Ну, возможно, в бюллетене появятся фамилии кого-нибудь из представителей малых партий. Но конкуренцию людям из партий больших этот человек составить пока не сможет. А значит, основной базовый состав бюллетеней нам уже почти известен. Скорее всего, в бюллетень для голосования попадут, кроме Александра Карлина, фамилии Олега Баронина, справедливая Россия, Андрея Щукина, ЛДПР и Сергея Юрченко, КПРФ. А реплика сегодня звучит так. Уже со следующей недели зарегистрированные кандидаты в губернатор Алтайского края надо полагать и развернуть большую агитационную работу. За логикой их аргументов я буду в реплике следить. Ну, а силу и убедительность этой аргументации покажут сами выборы. Увидимся в понедельник. Субтитры создавал DimaTorzok